Сегодня мы начинаем первую передачу «Свободный и критический на русском языке». И в гостях у нас философ и политический активист, а также организатор Artes Liberales первого колледжа в Минске. Сейчас в Берлине она находится, Ольга Шпарага. И как раз недавно вышла ее книга, правда, на немецком языке «Die Revolution hat ein weibliches Geschichte», что означает у революции «Женское лицо». И потом еще под заголовок «Der Fall Belarus, дело Беларуси». И я думаю, что как раз поводом нашей встречи и является обсуждение и книги, и революционной, и современной ситуации в Беларуси. И, по-моему, Ольга может представить эту тему очень интересно. Однако, в первую очередь, мы можем начать с названия книги, потому что явно и сама Ольга указывает, что это как бы парафраза к книге Светланы Алексеевича «У войны не женское лицо». Это, по-моему, конца 80-х годов книга «У войны не женское лицо». А тут как бы все наоборот «У революции женское лицо». Я сам нахожу очень хорошее название, чрезвычайно. И книга, по-моему, отражает, я ее просмотрел, тоже отражает вполне тематику. Но, тем не менее, насколько я помню, в своем преподавании, в своих интересах ты очень часто касалась немецкой философинии Ханна Арендт, которая тоже написала книгу о революции. И мой первый вопрос, насколько Ханна Арендт повлияла на выбор темы, или это никак не связано? Да, спасибо большое за приглашение, за презентацию. Ну, я бы сказала, что частично Ханна Арендт повлияла, конечно, и, может быть, не столько ее размышления о революции, сколько ее размышления о публичном пространстве, ну и вообще ее понимание революции в связи с пробуждением политической жизни, с появлением публичного пространства, с выходом людей за пределы частной сферы. И в этом духе я также понимаю революцию, да, то есть граждане и гражданки Беларуси становятся политическими субъектами. Наконец, они перестают заниматься только какими-то частными вопросами, ну и в этом, да, главный импульс этих протестов. Они вдруг почувствовали себя ответственными гражданами, и это связано с публичным пространством, и в этом духе Ханна Арендт в том числе понимает революцию, да, что это не столько смена политического режима, как понимает Маркс, да, сколько вот это рождение, само рождение политической жизни. Но в то же время я в книге спорю с Ханной Арендт, опираясь на Джудит Батлер, которая предлагает переосмыслить вот это отношение частного и публичного, что на самом деле сегодня, в начале 21 века и в частной сфере происходит революция, поскольку там тоже мы боремся за горизонтальные отношения, там тоже мы осмысливаем, где эти границы между нашей частной жизнью и тем, что мы должны обсуждать другими, например, насилие в семье – это важная тема сегодня. И получается, что, ну, это такая дискуссия из Ханны Арендт и Джудит Батлер. И для меня было важно, наверное, к двум этим авторам отсылать. Ну, вот тут интересно, что в связи с тем, что упомянуло о том, что революция – это как бы рождение не только и политической жизни, и публичной активности, гражданской публичной активности. И тут мы понимаем, и когда видим, что происходит в лукашенковской стороне, которого я всегда называю только диктатором, то в стороне диктатора такой патриархальный режим, авторитарный патриархальный режим, где женщины, если появляются, то появляются только как бы статисты, и те, которые администраторы помогают учреждать или продвигать вот это патриархальное начало. И тут в этом плане у революции женское лицо вдруг приобретает как бы двойной смысл. Первый – это фактический, да, а второй – как бы позиция существующему патриархальному режиму. И, в принципе, тут очень странно. Ну, для наших, видимо, слушателей и зрителей в первую очередь было бы хорошо объяснить, почему женское лицо. Потому что, как бы я говорю так, как если бы мы оба понимаем сейчас, мы все понимаем тут, но, видимо, некоторые слушатели не поймут, почему у революции женское лицо. Поэтому прошу, объясни, Ольга. Да, да. Моя мысль заключается, ну, вот и аргументация не в том, что там было много женщин, да, они выходили наравне с мужчинами. Я аргументирую в том смысле, ну, и подчеркиваю роль женщин, что женщины вот все, на всех этапах, причем начиная еще с июня, предлагали идеи и стратегии для того, как людям активизироваться, выходить в публичное пространство, участвовать в протестах. Они предлагали символы. Они предложили прекрасный образ объединенного женского штаба. Мария Колесникова, Светлана Тихановская, Вероника Цепкало. Это новый коллективный орган демократический, да. Это не просто объединение оппозиции, чего раньше тоже не было, да. Но это вот этот коллективный орган, ну, наверное, то, о чем мы, ну, такие критикующие сегодня демократию, представительскую демократию, тоже мечтаем, да, что у нас будет участие граждан снизу, будет много разных форм управления, участие в политической жизни. И женщины как бы вот нам показали, да, что вот мы уже можем создать такой коллективный орган, пробуйте и вы. Это был, первый этап был связан с Евой, на мой взгляд. Женщины объединились, появился такой важный, мотивирующий символ Ева Хаима Сутина. Затем объединенный женский штаб, этот коллективный орган, чего не было в истории до этого в Беларуси. Затем цепочка солидарности, которая стала предложением ответить на террор Лукашенко большой солидаризации, да. Мирный протест — это одно название, а другое название, все-таки более важное, я сейчас понимаю, это охватить как можно больше разных групп социальных, как можно больше людей, и это, конечно, можно только мирными способами сделать, да, потому что у людей там разные отношения, они по-разному готовы участвовать в протестах. И женщины показали, что могут участвовать все, да, самые неуверенные, да, самые слабые. Если мы объединимся, да, то мы можем действительно показать, да, какая мы сила, да, что общество готово к переменам. Но это еще не все. Потом были женские марши, да. Женщины выступили как коллективный субъект, причем очень интересно, что это не гомогенный коллективный субъект. То есть мы видели феминистические лозунги, мы видели женщин как группы профессионалок, были женщины с плакатами «Мы спортсменки против насилия», были домохозяйки, да. То есть это тоже очень интересно. Женщины показали, что вот они коллективный субъект, да, но он разнородный, этот субъект. И на маршах они тоже предлагали разные стратегии. Например, на дороге они выстраивали цепочку, чтобы останавливались машины. Затем это использовалось на больших маршах. Лозунги. Я сейчас прочла, есть материалы участниц марша, что вот лозунги «Это наш город, и мы тут власть» впервые использовались на женских маршах. На женских маршах выдергивали, когда полиция пыталась вырвать участников марш. Женщины объединялись и защищали, да. Это был третий этап, на мой взгляд. Вот эти новые стратегии важные, которые дали импульс к большим воскресным маршам. Еще один этап, я выделяю сестринство в тюрьмах. Как женщины друг другу помогали. Мужчины, конечно, тоже помогали, но женщины не боятся это описать, не боятся сказать, насколько важна эмпатия, внимание, взаимопомощь на всех этапах. Насколько важно обсуждать свои травмы тоже, чтобы понять, в каких условиях эти травмы и насилие рождаются, и понять, как этому противостоять. То есть вот для меня это женское лицо, это про целый ряд идей, стратегий, которые двигали протесты и продолжают. На мой взгляд, в Беларуси происходят процессы дальше, и за пределами Беларуси, и женщины продолжают этим заниматься, вместе с мужчинами участвовать. Но в ходе протестов женщины были видны, как вот такие вот все время предлагающие новые импульсы и новые идеи. В Западе, и даже в Литве, и даже в Литве такое недопонимание было, даже наш Витал Тасландсбергис высказал на национальной телевидении, что он сомневается в успех белорусского народа, поскольку вы употребляете в своей книге термин «общество». А вот Литвергис захотел, чтобы другое слово было «белорусская нация», чтобы это было не только переворот режима, и чтобы демократия пришла, но чтобы было воскресение вот как на различного народа, другого братского к русскому народу, но все-таки другого, индивидуального. И, по-моему, здесь есть даже и недопонимание. Вот, может быть, это была не только попытка изменить режим, но тоже создать уникальную новую демократию женским лицом. Или я слишком далеко зашел, может быть, того не было, но какая-то идея здесь действительно есть. Вот как Махат Маганди что-то создавал совершенно и нового. Религия его и политика. И здесь вот что-то совершенно нового мы можем чувствовать, по крайней мере, концептуально, как вы думаете. Ну, я с вами соглашусь. То есть это то, что вдохновляло меня, и то, что вдохновляло еще тоже большое количество людей. Со студентами я, студентками это обсуждаю. В разных группах. То есть вот как раз эти такие новые стратегии, вот этот коллективный, то, что женщины трио было. Еще у революции же было это экологическое измерение, то, что участники протестов собирали по ходу мусор. Разные, очень разные формы солидаризации, взаимной поддержки, все время такие горизонтальные. Все время разговор о том, что нам не нужны сильные лидеры, нам нужно много маленьких лидеров, горизонтальное взаимодействие. То есть в этом был такой утопический, да, вот этот дух демократии, ну, который, наверное, да, там мы как леволибералы или левые, да, стремимся и считаем, что вот в этом демократия. Конечно, в протестах был этот дух, и мне кажется, это своеобразие, ну, и может быть, это просто какой-то ответ на время, да. То есть люди, которые участвовали в протестах, они, ну, как бы, это их ощущение времени, да, то есть им хочется быть современными, да, и современно быть экологичными, современно быть кооперативными, современно доверять друг другу, да, ну, потому что это продуктивно. Таким образом можно действительно решать проблемы, и я бы сказала, что да, в этом есть своеобразие. Ну, вот начало революции вы рассказали все, вот это собирание подписей, цепочки солидарности, женские марши, сопротивление в микрорайонах, тоже вы пишете и говорите об этом, а также координационный штаб Светланы Тихановской, который там некоторое время работал в Беларуси, потом за рубежом, потом активность Светланы Тихановской, она на международной арене, дипломатической арене, когда она разъезжает по приглашению в различные страны мира, встречается с лидерами ведущих стран, в то время, когда Лукашенко ни с кем, за исключением Путина, не встречается. И, конечно, мы видим такую большую перспективу. Но, тем не менее, сейчас уже после, прошло более года с выборов, и вот мы видим некоторые, как бы ощущается некоторые затухания. Затухание и революции, и затухание вот этого женского лица революции. Колесникова, она сидит в тюрьме по приговору Лукашенко. Вероника Цыпкало занимается своими делами, своей активностью. Там какие-то другие активистки, как Ольга Карач, она пытается свой собственный штаб создавать, свое отдельное движение. Кажется, что все распадается. Как вы смотрите на современное, нынешнее состояние революции, и осталось ли у этой революции женское лицо? Ну, вообще, эти большие протесты, они завершились, такая вот видимая революция, в конце, в середине ноября 2020 года, потом начались такие дворовые марши, до конца года они продолжались, но режим все больше выдумывал стратегии, как преследовать и дворовые марши, в общем, консолидировался дальше. И понемногу отказались участники марша от них. И перешли в партизанские тактики, которые сохраняются и до сих пор. Людям очень тяжело, но, тем не менее, есть у тебя какие-то тактики сопротивления. То есть я считаю, что фаза протестов перешла в фазу сопротивления. Эти разные стратегии обсуждаются, с точком и есть в университетах, и на предприятиях. Но это все перешло в процесс подготовки нового всплеска. Общество переконфигурировалось, стало понятно, что нужен этот нетворкинг, нужно как можно больше каких-то форм коллективного, более устойчивых взаимодействия. И как могут люди, активисты занимаются этим, и за пределами Беларуси тоже. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы быстрее справились с этим режимом Лукашенко, ну как есть, но, на мой взгляд, эти процессы продолжаются. И в ходе же революции появилось много новых активных людей. Они нуждаются сейчас в образовании, в том, чтобы как-то поддерживать эту сложившуюся коммуникацию. И эта связь есть. Чаты остались, дворовых сообществ. Ну и большая работа делается, конечно, за пределами Беларуси, потому что уехали тысячи, десятки тысяч людей. И я хочу сказать, что на самом деле женщины, занятые во всей этой работе за пределами Беларуси, они руководят культурными домами, вот новыми такими центрами, где белорусы и белорусские собираются, друг другу помогают. Они как журналистки. Катя Пытлева, к примеру, лицо Маланки сейчас, ведущего канала оппозиционного продемократического. Не все женщины видны. Мы вот фемгруппой сейчас решили, что хотим обратиться к Светлане Тихановской, призвать ее, когда она ездит по разным странам и городам, не только с мужчинами встречаться, потому что женщины, на самом деле, тоже заняты очень важными, важными вещами сейчас в столицах по всему миру, но как-то вот не встречается с ними Светлана Тихановская, к сожалению. То есть, как это часто бывает после революции, женщины становятся менее видимыми, но мы нашей фемгруппой об этом думаем и думаем сейчас о стратегиях, как подчеркнуть, что женщины продолжают тоже борьбу и взаимопомощь. А русская оппозиция, критики, диссиденты, политические критики Кремля, они как-то выражали конкретную поддержку, искали сотрудничество, чтобы, может быть, вместе теперь по большому объему все это сделать или как-то это было более белорусское дело, поскольку в России там тоже с оппозицией проблемы и нет очень ясного женского лица, там более лицо или Навального, или лицо других мужчин, но не женщин. Как вот эта динамика русские оппозиционеры Кремля, критики Путина и насколько они критики Лукашенко одновременно. это сотрудничество. Ну, мне кажется, что было несколько таких фигур, которые с самого начала белорусов поддерживали оппозиционных, например, блогер и политик Максим Кац, который делает ролики о Беларуси, когда были протесты, он непрерывно очень вдохновлял нас, анализировал. Вот буквально я вчера смотрела очередное его видео о том, как развиваются отношения Путина и Лукашенко. Он ну вот такой помощник на стороне белорусов и белорусок. Есть такой Александр Морозов, который работает в Праге, эксперт, аналитик, исследователь, философ. Он тоже следит за тем, что в Беларуси происходит, анализирует и пытается как-то из своей немножко перспективы смотреть. То есть вот и другие есть. Что касается блогеров, исследователей, аналитиков, то есть такая консолидация, есть диалог. А что касается оппозиционных политиков более высокого ранга, то, наверное, мне сложно про это говорить. С критикой самой России и путинского режима тоже сложно сегодня, потому что этот режим тоже консолидируется в России. Да, и вот я довольно много общался с другим философом Владимиром Ацкевичем. Он сейчас арестован и ждет неизвестно когда суда и неизвестно за что. Связи с ним почти никакой нет. Я общаюсь с группой поддержки Владимира Ацкевича. Ничего мы не знаем, что с ним происходит. Но тем не менее, я помню, поскольку переписывался я до последнего дня ареста с ним. Он довольно был таким, во-первых, он активно очень поддерживал Светлану Тихановскую, с другой стороны, он очень жестко критиковал Координационный комитет и вместе тем некоторые шаги революции. С одной стороны, как бы говорил, что ничего лучше у нас или хуже. И в любом случае, Светлана Тихановская единственный наш сейчас легитимный лидер. Во-первых, только она в состоянии вести какую-то объединяющую роль, выполнять эту объединяющую роль и вести революцию. Но с другой стороны, он также говорил о том, что и все помощники вокруг Светланы Тихановской я насколько понимаю и у тебя есть с ней или были с ней довольно активные связи. Но критика в основном, которую он высказывал, будучи уже на стороне Тихановской, в том, что у штаба вот этого объединенного, потом у координационного комитета не было выработано никакой стратегии победы. Отсутствие стратегии победы. Что он понимал под стратегией победы? Это некоторые заранее подготовленные решения, что мы будем сделать, что мы будем решительно делать и каким образом до конца будем добиваться власти. И поэтому он говорит, что когда были самые большие митинги, там 200-300 тысяч человек выходило в Минске, что в принципе мы помним, что некоторое время все силовики были в смятении, некоторое время не понимали даже что делать. Лукашенко бегал с глупым каким-то автоматом вокруг своего дворца и что-то там кричал, орал в панике, не понимая, что до конца происходит. и тогда Мацкевич говорит, что это было методологическое, как всегда он говорит, методологическое проблема революции, что революции не было заранее подготовленной визии, обговоренной визии, каким образом будет взята власть. И поэтому, когда власть можно было взять, вот это женское лицо революции не взяло эту власть, которая была уже почти в руках, что бы вы ответили на критику Владимира Мацкевича? Ну, я это в книжке своей описываю, то есть мне кажется, что тоже решающим моментом были первые несколько недель, две-три недели, и мне кажется, что дело не в лидерах, в состоянии самого общества, потому что на самых разных уровнях, например, если мы возьмем предприятие, не было структуры независимых профсоюзов. Лидеры появились, но они не понимали, как себя вести, не было к ним доверия, а режим очень быстро сориентировался. Некоторых посадили, кого-то запугали, кого-то задобрили. Я читала разные интервью, разговаривала с разными людьми, которые уходили из редакции газет, еще из каких-то институций государственных, и они рассказывали, как быстро на эти аргументы режима велись представители разных коллективов, рабочих или журналистских. Начальство говорило, да-да-да, завтра мы пойдем на уступки, завтра мы сменим руководство. Газета напечатает заявление о том, что вот сколько людей подверглись пыткам и погибло. и коллектив рабочий соглашался, на следующий день приходило уже на встречу половина коллектива, оказался уволен в этот момент. То есть мне кажется, что это дело не столько в лидерах, потому что лидеры тоже рождались в этот момент. Сколько общества было атомизированным, эти связи социальные, только разные связи начинали складываться, и мне кажется, что очень маловероятно, что вот можно было в эти две-три недели так быстро организоваться и понять, как коллективно действовать. А режим был готов. То есть везде были на всех предприятиях были представители КГБ, они быстро сориентировались, что им делать, и мне кажется, что это выражает, это революция, этот этап про понимание граждан активных значительной части общества, что нужно объединяться, нужно из-за состояния атомизации выходить, нужно создавать эти коллективные органы, которые потом позволят все-таки взять власть в руки политическую. Но мне кажется, что на том этапе это просто, ну это было такое пробуждение, да, и переход общества в новое состояние. Но я не думаю, что общество все-таки было готово в тот момент взять власть. Если что-то пошатнулось. Сейчас кажется, как бы все в тупике, и даже кремлевские, приближенные к кремлю силы, такие, как Эха Москвы, которые еще стараются представить также некоторые оттенок оппозиции, хотя тут не всегда понятно, представляют ли они действительно люб какой-то оттенок оппозиции, тем не менее они ищут возможности тоже разрешить в пользу, конечно, России, но тем не менее проблему Лукашенко. Понятно, что не только революция как бы пришла к такому втук, в тупик, но и авторитарный диктаторский режим тоже в тупике находится совершенно. То есть мы видим, что все общество ощутилось в тупике. И диктатор, и оппозиция, и протестное движение. И в принципе понятно, что жить в таком государстве вообще в принципе становится невозможно. и даже путинский режим и тот понимает, что это что-то произошло не то. И поэтому, насколько я понимаю, всячески ищет какого-то алгоритма решения белорусской проблемы. Как вам видится, насколько, например, вот эта огромная диаспора, которая сейчас находится за рубежом, в состоянии повлиять на выход из тупика Беларуси? Да, ну, тут еще сложно ее называть диаспорой, вот принадлежу ли я диаспорой, скорее нет, да, поскольку вот эти люди, мы, которые вынуждены были уехать на протяжении последнего года, все мы хотим вернуться в Беларусь, все мы чувствуем, что мы хотим дальше как-то бороться за демократическое будущее в Беларуси. Ну, и мне кажется, что этих вот таких узелков и сообществ, которые думают насчет стратегии, насчет того, как дальше помогать, то есть обществу нужны эти разные коллективные органы, да, нужны доверительные отношения, нужно понимание, как действовать в критический момент, какие-то навыки, какие-то знания, и на мой взгляд, эта работа происходит, да, то есть этот заряд сохранился, заряд отчаяния, то есть это разные такие противоречивые чувства, и, ну, мы не знаем, что это даст, но, на мой взгляд, это новая ситуация, никогда такого не было, чтобы вот столько активных людей оказалось за пределами Беларуси, и людей, которые говорят, мы не хотим останавливаться, да, мы хотим вернуться, мы хотим вернуться в демократическую Беларусь, или мы хотим, чтобы преобразования произошли, мы будем делать, думать, делать что-то, да, чтобы приблизить крах этого режима. Лукашенко. Дело в том, что, например, в Литве очень много говорилось, и я в том числе говорил о том, что уже после вот этого, после того, как и революции, и режим зашли в тупик, мы стали все больше думать и говорить о том, кстати, и Мацкевич когда-то об этом говорил, что нужно создавать не просто координационный комитет, а правительство изгнания, или правительство за рубежом, имея в виду, чтобы это правительство уже сейчас создавало бы всевозможные структуры власти, возможные власти, например, когда сейчас начался в Польше и в Литве вот этот конфликт из-за Лукашенко и собранных беженцев, квази-псевдо-беженцев, ситуация, которая доходит до абсурда, до военного столкновения, какого-то бесконечного маразма с убийством, уничтожением людей, которые там заманены в Беларусь и полный бред, и, конечно, Европейский Союз будет все более жестко и жестко реагировать на это сумасшествие, что там происходит, но, тем не менее, тогда и в Польше, и в Литве нашли такую проблему, чтобы, что, в принципе, в принципе, в этом конфликте пограничном и в конфликте, естественно, с органами КГБ белорусской, которые явно присутствуют и по сторонам и в Литве, и в Польше, их не агенты, поскольку никто там слишком их не проверяет, чтобы, если бы, чтобы белорусская позиция создавала бы свои какие-то невооруженные, но, тем не менее, центры сопротивления, которые могли бы сотрудничать с литовской или польской полицией, там, всевозможными службами, то есть, речь идет не о том, что мирном, только мирном переговорном, переговорных органах, но о некой системе власти, у которой есть сила, то есть, собирание силы, присутствие силы белорусской позиции, но, насколько я сам смотрел различные подкасты белорусские, то такого разговора, кроме Мацкевича, я больше вообще не помню, чтобы кто-нибудь на подобные темы говорил, или все-таки я ошибаюсь, и какие-то похожие разговоры о правительстве за рубежом, то есть, о силовых структурах за рубежом, я думаю, что и в Украине подобным образом думают, почему у белорусской вот этой огромной диаспоры, у выехавших временно, возможно, почему у них нету вот этих каких-то органов, у которых есть не просто ручка в руках или компьютер, да, но и другие системы силы и власти. Ну, действительно, о правительстве речь шла в конце 2020 года, но, насколько я понимаю, да, и изнутри наблюдаю, в том числе офис Светланы Тихановской, что офис не принял такого решения, да, по созданию правительства. Корея, мы можем наблюдать это, я бы сказала, по Варшаве, Павел Латушка, мне кажется, что он такой решительный и как-то он может быть ну, как-то вокруг него круг людей, да, которые настроены, да, представлять такое правительство, но вообще как-то отказались, да, к сожалению, от этой интенции, да, от этого плана. Есть, например, киберпартизаны, все-таки некоторые группы, группы продолжают действовать, то есть можно сказать, что как эволюция была такой децентрализованной, так вот это вот сопротивление тоже осталось децентрализованным, то есть есть группы, которые разные вопросы решают и помощью занимаются, да, и какие-то, ну, там, вопросы, да, которые можно как в кваде правительства с ними связывать, но центры на себя, так получилось, да, не взяли эту функцию, и эта функция остается вот за какими-то отдельными группами в разных странах. Да, и поэтому остаются весьма непонятные перспективы, какие вы видите перспективы развития революции, или вы думаете, что все это опять отойдет до следующих выборов, которые непонятно будет или не будет, и в принципе история должна в этом плане повториться. Да, я вижу, что Ольга у нас связь немножко пропала, но попытайтесь ответить. надеюсь, что вот я считаю, что пока очень надеюсь, что европейские страны не начнут их сворачивать, потому что это же тоже такой сложный процесс обоснования того, что они нужны, и есть экономические интересы у разных партнеров Лукашенко, и часто они оказываются более важными, но я очень надеюсь, что санкции свою роль будут играть. То, что будет происходить, это деградация, и санкции будут играть свою роль, а мы в свою очередь будем эти прото-структуры для сопротивления будущего создавать, то я думаю, возникнет новая революционная ситуация, потому что процессы продолжаются, это не просто тупик, идет такая система разложения этой системы, Лукашенко делает вид, что есть нормализация, но при этом продолжается жрать людей, наказывать, и никто не ощущает, никакой нормализации нет. Ну, понятный последний, вот, мы видим, Томас хочет задать еще вопрос. Так, я только не слышу Томаса. Нам иногда кажется, что, ну, это смотря из национальных интересов Прибальтики, вот, латыши, эстонцы и литовцы, мы всегда, вот, в нашем политическом дискурсе всегда есть эта геополитическая такая стратегия, чтобы нам быть с НАТО, поскольку Россия всегда нам угрожает, и вот из этого, из этой перспективы нам кажется, что Беларусь в данный момент стала губернией Путина и как-то уже де-факто оккупированной страной стала, де-юре нет, поскольку выгодно Кремлю играть, что там есть независимая страна, но вот из такой прибальтийской перспективы геополитического такого видения кажется, что де-факто уже Путин как-то забрал Беларуси и теперь, чтобы вернуть настоящую независимость и демократию, надо уже смотреть дальше до самой Москвы. Вот как вы видите геополитически все это? Ну, мне кажется, что такая проблема, что нужно борясь за демократию в Беларуси бороться и за демократию в России была всегда в Беларуси, потому что Россия, ну не Россия, а Путин, Путинский режим является угрозой для всех, поддерживает конфликты, военную войну в Украине годами, и конечно, все это в Беларуси есть всего этого понимания, и вот это избегание конфронтации с Россией, мне кажется, связано с этим пониманием, что мы не все, и видимо, мы сейчас закончим, очень рад, что ты участвовала в нашем подкасте, и надеюсь, что в будущем мы еще не раз тебя пригласим. Все, спасибо. спасибо вам за участие и такой интересный рассказ концептуальный, спасибо, до следующих встреч, здесь передача свободна и критически. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok